Здравствуйте, мои добрые зрители! Меня зовут Оксана, и я рада приветствовать вас на своём канале Страна Морляндия. И мы, как всегда, начинаем начинать. Сегодня я сделаю обзор новых видео канала Мисс Вонг, племянницы Самвелла Дианы. И видео называется «Купила айфон, я в секте». Ну что ж, ребятки, не прошло и полгода, как это случилось. Здесь великое переселение мужа Алексея в квартиру своей жены Дианы. И тут, к моему удивлению, оказалось, что в квартире у Дианы не одна комната, а целых две. Странно, что я её никогда не видела раньше. Итак, вытащил Алексей из этой комнаты диванчик, отдал своему сослуживцу. Затеяли они там сделать какой-никакой ремонтик, и будет там жить Алексей. Поставит свой компьютерный столик, а потом и новый диванчик прикупит. Опять же, шкаф хотели прикупить. Ну надо же, Дианка создаёт все условия для своего любимого муженька. И вот с тех пор, когда Лёха вернулся в эту квартиру, Мона настолько успокоилась, что даже не бежит, когда ей насыпают корму, представляете? То есть душенька её уже спокойна. Нет у кошки никаких переживаний. Но поскольку Диана нашла себе работу, то ей понадобился телефон. И не какой-нибудь там, а именно айфон 14-й. Самая новая модель. Посоветовал ей папа Гена заснять распаковочку. Берёт она, значит, айфон в руки и спрашивает у Лёхи, а как же его включают? О, да. Где-то за кадром Алексей ей включает айфон. Потом Диана наклоняется к коробке, в которой лежал айфон. И видит, что там только провод от зарядки, но нет зарядного устройства. И она сетует, что сейчас телефоны продают совсем не так, как раньше. Раньше в коробочке лежало всё, даже наушники. А сейчас только один провод. И всё. Пока она разглядывает коробочку, её волосы закрывают от зрителей всё происходящее. Да, думаю, распаковка удалась на славу. Многое я, однако, увидела об айфоне четырнадцатом. Учиться ей надо у дядюшки Самвелла. Ждот бы на покупке айфона. Смог заснять бы сразу несколько серий подряд. Ну, Диане, видно, это не дано. Но у неё всё впереди. Глядишь, ещё и дядюшку Самвелку переплюнет. Далее она рассказывает, что похвасталась в Инстаграме. Ей почему-то все стали писать «Добро пожаловать в нашу семью». Думают, это что это за семья-то за такая? Больше похоже на секту. И она удивляется. Вот когда покупаешь Самсунг, такого нет. Так что это что-то странное. Такое себе удовольствие. Затем она рассказывает, что сразу купила к нему зарядное устройство. Ну и всё, что полагается. Осталось купить наушники. Желательно Bluetooth. А поскольку обычные Bluetooth-наушники у неё выпадают из ушей, то она хочет купить такие круглые, которые вставляются в уши, беленькие. Но я тебе, Диана, открою секрет, что такие наушники бывают даже чёрненькие. И думаю, ну как же это у тебя наушники из ушей-то выпадают? Что ж, Диана, у тебя всё время всё не так, как у людей. А также Диана сказала, что в начале лета намечается поездка в Киев. И сказала, что если зритель за неё не порадуется, значит они ей позавидовали. И пока к слову пришлось, скажу, что действительно наушники для меня это самая важная вещь. Потому что когда мне приходится монтировать видео вне дома, то я обязательно пользуюсь Bluetooth-наушниками. И это для меня очень важно. Если я вдруг забываю наушники дома, то это просто колоссальная проблема, что я не могу ничего смонтировать. Например, в обеденный перерыв на работе. Пришла Диане зарплата. Ну это, наверное, с YouTube. И она ещё планирует купить шкаф. И вот в следующем видео, которое называется «Пожар в доме родителей» Диана нам рассказывает, что никакого шкафа-то они и не купили. Потому что, во-первых, он подорожал, а во-вторых, купить его в рассрочку не получилось. Вот такой облом. Думала-подумала Диана и решила. Ну что ж, раз со шкафом всё так круто изменилось, значит судьба их такая. Здрасте! Какие бы там были проблемы, но заказала бы его по интернету. Почему она сразу отказалась от этого варианта, я не поняла. Наверное, у неё не хватило денег. И, видимо, сейчас Лёша не сильно-то разгонится оплачивать все эти покупки. Поэтому остались они у разбитого корыта. И времени хотят ждать. И шкафа нет. Ну и самое главное, о чём хотела рассказать Диана, приходит она к своей матери и показывает, что весь подъезд у них в какой-то купоте и, по-моему, подмочен водой. Усадила она свою маму Иру на балконе и говорит, ну теперь рассказывай всё подробно. Уснула Ира нынешней ночью со своим мужем Геной очень даже крепко. А тут вдруг полдвенадцатого начался какой-то движ в подъезде. Кто-то бегает, гремит, стучит. На улице сначала была тишина, а потом приехала пожарная машина, потом ещё БМВ приехала. Ирина подумала, что поскольку обе её дочери могут увидеть её подъезд со своих квартир, и если что-то происходит в её подъезде, то, значит, они бы увидели, ей позвонили и об этом рассказали. Но поскольку ей никто не позвонил, они успокоились и снова легли спать. Поспали недолго, снова услышали шум и снова уснули. Пят они, значит, и ни сном, ни духом не знают, что оказывается на девятом этаже какая-то семейная пара снимала квартиру прямо под квартирой Мариновых. И вот мужчина в нетрезвом состоянии выкинул вещи своей жены на площадку и благополучненько их там поджёг. Вот такие странные люди встречаются в Запорожье. И что интересно, Ирина сказала, что у неё в квартире ничем не воняло. Представляете, ниже их в подъезде пожар! Они об этом ни сном, ни духом не ведают и не знают. Ну и затем утром Геннадий пошёл, как обычно, на работу, а Ирина собралась с Родиком погулять, выглянула в подъезд, а там трындец. И чем же она потом занималась целый день? Ну, конечно же, отмывала всю копоть в подъезде. Оказывается, самого виновника происходящего забрали, а его жена уезжает завтра в Польшу. То есть убирать последствия пожара они не собираются. Наняла эта мадама какую-то женщину маленького роста. И так как могла, тёрла-тёрла, да так ничего и не оттёрла. И вот Ирина засучила рукава, руки в перчатки и пошла куролесить с тряпками по всей лестничной площадке. Два раза в душе мылась. Пыталась отмыться от этой грязюки, представляете? И поэтому Ирина очень жалеет, что у них в Запорожье стали продавать спиртные напитки. Но ситуация, конечно, приключилась, не дай бог. Никому такого не пожелаешь. Я даже удивляюсь, насколько это всё-таки хорошо закончилось, что Мариновы этой ночью не угорели во сне из-за каких-то пьяных квартирантов. А теперь представьте масштаб всего происходящего. На улице, возле подъезда Мариновых, стоит БМВ, пожарная машина, а также стоит куча иномарок, из-за которых пожарная машина не может подъехать к подъезду. Поэтому пожар тушили тазиками. И Мариновым-то звонили как раз из-за этого. Хотели позвать на подмогу. Вот такую историю поведала нам Ирина, а её внучок Родик, как ни старался вставить своё слово, и руками в кадре махал, и Ирину обнимал, но слово ему так никто и не дал. Затем они с Лёшей сидят на каком-то цементном блоке, пьют кофе, а я всё думаю, какое им удовольствие сидеть на этой каменюке и сосать кофе в трубочку. Я не понимаю, почему они не могут это сделать, сидя у себя на кухне. А ещё знаете, о чём я подумала? А почему Лёха продал автомобиль? Может быть, он и весь этот уход спланировал специально для того, чтобы его продать. Чтобы не спрашивать ни Диан, ни её родителей. Ушёл на съёмную квартирку, тихушку продал машину, чтобы закрыть на минуточку свои долги. Опять же, на разводе не надо было ничего делить. Машины-то нет. Но поскольку развестись не получилось, то пришлось им снова сходиться. Всё-таки муж и жена, как-никак. Я вот только думаю, почему Диана это всё так легко проглотила? Что наверняка на покупку этой машины добавляли какую-то денежную сумму Дианкины родители. Алёша, значит, продал, пожил на эти денежки, пошиковал. Опять же, Дианке цветочки на что-то же надо было покупать. Да, отвёл он Дианку вокруг пальца. Та и не заметила, что теперь ей везде пешочком ходить придётся. Ну и далее, ребята, до конца видео она показывает очередную коробку с новой косметикой. Ну а поскольку мне эта симфония Чуйковского дал лампочки, я косметикой в основном не пользуюсь, поэтому смотреть эту бильбердистику не стало. И зачем я зашла на этот канал, и почему я его смотрю? Гляданула комментарии. Смотрю, люди пишут. Не надо тебе с Лёшей сходиться. Предал он раз, предаст и второй. Ребята дорогие, кому вы это пишете, кому? Дианыш, это ж первый заинтересованный человек в том, чтобы Лёша вернулся. Пишите, не пишите. Она же сразу сказала в предыдущих видео, что обращать внимание на подобные комментарии она не будет, потому что ей на все советы зрителей плевать с высокой колокольни. Понимаете, да? Плевать ей на всех зрителей. А вы ей что-то советуете и пишите. Напишите лучше комментарий под этим видео. Я вам запрещать ничего не буду. А на этом я свой обзор закончила. Ребята, девчата, спасибо вам за внимание, за лайки, комментарии, подписку. Желаю вам весёлого настроения, оптимизма и всего наилучшего. А на этом я с вами не прощаюсь. До свидания и до новых встреч.